Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Довольно интересный момент, по слухам, по слухам, но тем не менее, пишут вроде как, что действительно так, райдер изменен, райдер и на агента Галкина, якобы он согласен выступать перед россиянами в связи с падением его доходов. И в Государственной Думе уже отреагировали на эту новость, вот что пишут. В Госдуме отреагировали на желание и на агента Галкина вновь выступать для россиян из-за низких доходов. Ну, низкие доходы почему? Мы прекрасно все с вами понимаем, что программа у него вся строилась после начала операции на русофобских шуточках, значит, смехуёчках так называемых. Комик, который стал известен всем после того, как женился на Пугачёвой, значит, это пародист из аншлага, который просто пародировал голоса Лукашенко, Ельцина, Жириновского, не более того. Это пародист из аншлага. Дубовицкая, так сказать, давала ему выйти, вдруг он стал каким-то комиком, так сказать, совершенно известным, с шутками. Это шутки, я там шуток не вижу. Какие-то песенки он поет разных исполнителей, совершенно непонятно. И сейчас, когда многое становится понятным из тех кадров, которые мы даже, например, ну, я думаю, что вы тоже это видели, как над пенсионерами издевались там, выкрикивая совершенно издевательские, противозаконные националистические речевки, это просто ужас какой-то. Весь мир это увидел, всему миру явлено, что из себя представляется предельное государство. Значит, конечно, все меньше людей, все больше людей прозревает, все меньше людей хочет, так сказать, видеть иноагента Галкина в качестве артиста на своих мероприятиях. На концерты приходит, так сказать, тоже не так уж и большое количество людей, ну, разве что в Юрмале, чтобы назвать его соответствующим словом. Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Дропека прокомментировала новости о том, что юморист, значит, иноагент Галкин вновь хочет выступать в России. По ее мнению, ФСБ нужно следить за теми, кто захочет заказать артиста на корпоративах в стране. Вот так вот. Я считаю, что это абсолютно правильно. Не столько за ним даже нужно следить, а проверять тех, кто захочет его заказать на корпоративах. Потому что он иноагент, но он имеет право въезда в страну, он может приехать потихонечку, так сказать, на корпоративные мероприятия, например, на частном самолете, провести его, заработать денежки и улететь. Источники средств массовой информации сообщили, что из-за низких доходов за границей иноагент Галкин согласился отказаться от антироссийских шуток и снова начать выступать перед соотечественниками. Вообще, как такое возможно? После всех его речей, которые он... После всего того, что он наговорил с начала операции, еще удивительно, что он не несет никакой ответственности, конечно. Комик готов не импровизировать, строить концепт по согласованному сценарию за 80 тысяч евро, 8 миллионов рублей. На эту информацию отреагировали в Госдуме. Елена Доропека отметила, что нельзя допустить возвращения шоумена в Россию. Я считаю, что Галкина вообще нельзя пускать за границу России. У нас тех, кто его пригласит, нужно поставить под контроль ФСБ. Цитирует слова депутата news.ru. К слову, сам муж певицы Пугачевой на новости об изменениях в Райдере пока никак не ответил. Друзья, что хочется сказать? Значит, были эти изменения, не были эти изменения. То, что они вернутся когда-то к России, это понятно. Потому что здесь, на какие деньги они сейчас живут? На те деньги, которые он там сейчас зарабатывает? На все то, что дала им Россия, которую они так нещадно поливают. Собственно говоря, как и президент сопредельного государства. Он что живет? На то, собственно говоря, что он уехав там заработал? На то, что ему дала Россия, когда он здесь был актером и КВНщиком? Поэтому Россия всех кормит, а потом они поехали и вперед. Но они вернутся, так сказать, понятно, что к кормушке будут стараться возвращаться всеми силами. Допустить этого нельзя, правильно говорит Дропека. И спецслужбы, я убежден, естественно, будут проверять тех, кто захочет заказать его. Потому что это люди с соответствующими взглядами, это абсолютно понятно. Но, конечно, хотелось бы увидеть, как иноагент Галкин понесет соответствующее наказание за все свои речи. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, все эти блокировок, замедления Ютьюба, еще раз скажу, очень много приходит обращений по этому поводу от вас, что с утра работает, вечером не работает, потом опять наоборот и так далее. Я вас приглашаю подписаться на основной мой уже канал сейчас Будда Гришна новости в Телеграм. Ссылочка будет здесь внизу в закрепленном комментарии в описании к видео. Там новости 24 на 7, видео о политике, которых здесь нет уже давно, мои личные какие-то фото и видео. В общем, все в одном месте. Подписывайтесь, пожалуйста, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.